Всем. Всем. Виктор Савченко вошел. Христос воскресе. Христос воскресе. Поклон из Франции. Воистину воскрес. Виктор. Воистину воскрес. А из глаз нас зеленого Виктора. Смотри. Как весенний кот на крыше ночью. Виктор. Там рыба-то какая моя? Сейчас твоя. Почему моя? Сейчас твоя. Я надежда ватильный дал, там охладил. Там поем, все твоя. Ну я поел все, просто. Да. Ну еще тут сидеть будешь, а? Ага, ты давай. Ой, молодец. Ой, какой молодец. Чуть. Хороший путь. У меня бумагу размочили, вся бумага пропала. Помолимся. Ангелы, вопияши, благодать нечистая дева, радуйся. И по киреку радуйся. Твой сын воскресе, тридневен от гроба. И мир твоя воздвигнувы, и люди, веселитесь. Светися, 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 Новый Иерусалиме. Слава Бога Господня на тебе, Воссия. Ликуй ныне, веселись о Сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородица. А вот стани Рождество Твоего. Господи, благословите воскресные занятия по Слову Твоему. Не позволь нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Храни нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 44-45 стихи. Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня». Толкованин. «Вера в Меня восходит к Отцу Моему. Примечай и точность в словах. Господь не сказал «верующий Мне, но верующий в Меня», что означает «веру в Бога». Ибо иное – верить кому-нибудь, и иное – веровать в кого-нибудь. Если кто верит кому-нибудь, это можно понимать так, что верит справедливости слов его. А кто верует в Него, как Бога. Посему можно сказать «верит апостолам», но веровать в апостолов нельзя сказать. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46-47 стихи. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Толкование. Опять и этими словами показывает свое единосущее с Отцом. Ибо как Отец везде в Писании называется Светом, то и Он о самом себе говорит. «Я свет пришел в мир. Если же кто не уверует, то не я причина его осуждения, но Он Сам на себя навлек Оное». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48-50 стихи. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день. Ибо Я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». Толкование. «Я никого не сужу, но неверующий имеет себе судью. И у нас в обычае, и мы часто говорим, когда хотим наказать беспорядочное дитя, что не мы Его наказываем, но Его беспечность и беспорядочность. И не мы осуждаем Его, но убеждения наши, которым оно не покорилось, они обвиняют Его как непокорного. Так и Господь говорит, «Я не сужу, но слово, которое Я говорил, оно будет судить». Ибо почему не уверовали? Не потому ли, что Я противник Богу и ищу славы себе? Но Я говорил не сам от себя, а сказывал все от Отца Моего, и нигде не выставлял себя мудрствующим что-нибудь иное? Ибо пославший Меня Отец дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Без всякого противоречия они будут осуждены за то, что не поверили Отцу. И так православны, ничего низкого не подразумевая в смиренных словах. Например, «Я заповедь получил» и подобных, но понимая их благоразумно, как и это, «Я принял заповедь, что сказать и что говорить». Ибо Сын, будучи Словом и выражая то, что есть в уме, то есть в Отце, говорит, что от Него получил заповедь, что сказать и что говорить. Подобно, как и выше, Слово, хотя захотим быть истинными, говорит то, что предполагает Ему ум, и Слово никогда не разнится в сущности с умом, но совершенно единосущно. Вопросы? Да, многих вот эти слова могут смутить, как это вот Христос говорит, что Он как бы разделяет себя и Отца. Нет, не подумай так, толкователь говорит. Он наоборот подчеркивает единосущие себя с Отцом. Великую опасность впала православная церковь по вере Фарии, по-моему, больше 2 трети церкви склонилась в эту ересь, утверждая, что Иисус Христос есть творение Божие. Поэтому у нас в символе вере единосущность стоит. Троица единосущная и нераздельная. То есть, это одна сущность, но в двух лицах, а не две сущности. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира с Его к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Толкование. Слова, возлюбив их, до конца возлюбил их, означает то, что Он не опустил ничего, что следовало сделать тому, кто сильно любит. Посему, заключение всего, творит и это, умывает ноги ученикам, чтобы вполне выказать любовь к ним и вперед оставить им великое утешение среди бедствий, какие их постигнут. Утешение в той мысли, что возлюбившие их до того, что умылы ноги, не оставит их и в бедствиях. Переходом, называет смерть Христа по причине воскресения Его, по причине вознесения Его, по воскресении. Богу свои и все люди по праву творчества Его, почему сказано, пришел к своим и свои его не приняли. В Англитане 11 стих 1 главы. Но святые свои ему, потому что близки к нему, как и здесь своими назвал учеников, прибавил, сущим в мире, потому что есть свои ему и иные, например, Авраамы, патриархи. Но они не в мире всем, потому что переселились отсюда. Сих-то своих сущих в мире до конца возлюбил, то есть явил к ним совершенную любовь. Вопросы есть? Идем дальше. Евангелие Таана 13 глава со 2 по 5 стихи. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову и Скариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога ишел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был опоясан. Толкование. Евангелист, удивляясь тому, что Христос умыл ноги и тому, что решился предать его, говорит, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде. Так до конца он заботился об исправлении предателя, и слова «во время вечери» не без цели поставлены, но чтобы показать бесчеловечие Иуды, так как и участие в вечере не переменило его. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, то есть вручил ему спасение верных, и нужно уже явить им все относящееся ко спасению, между прочим, и умыть ноги ученикам, ибо этим узаконяется смиренно-мудрие, ибо он не похитил славу, чтобы бояться потери, и посему не браться ни за какое смиренное дело. Подобное чувство испытывают те, которые не имеют истинного благородства. Так как они похитили себе славу, то они не желают даже наклониться, чтобы не потерять того, что не принадлежит им, и что они похитили. Но он был царь всех и сын Божий, ибо это значит слова «от Бога ишел», то есть из сущности Отца и опять к Богу отходит. Посему слава его, когда он так высок и так велик, не уменьшится, если он умоет ноги ученикам. Ибо не прежде вечери умывает, но когда все возлегли, один только он встает, а прочие покоятся, отлагаясь свои одежды, научая нас делать себя беспрепятственными и легкими служения, опоясывается полотенцем, делая все сам и умовение, и отирание, вливает воду и это делая сам, а не приказывая сделать другому. Все это пример и закон для нас, как мы должны служить именно со всем усердием, делать все сами, а не пользоваться служением других. Вопросы? Вот откуда пошло у нас чистый четверг. Отмечаем. Евангелие от Иоанна, 13 глава 6 по 7 стихи. Подходит к Симону Петру и тот говорит ему «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Толкование. Господь умывает ноги у Петра не первого, хотя он и имел первенство перед учениками, но может быть предатель будучи дерзок и бесстыден возлежал выше Петра и ему умыл Господь ноги». Откуда это видно? Из следующего. «Начал сказано умывать ноги и ученикам и отирать, потом подходит к Симону Петру. Из против учеников никто не отважился бы принять умовение прежде Петра, а предатель мог дерзнуть на это, ибо если бы Господь начал умывать кого-нибудь из прочих учеников, то сей, кто бы он ни был, не допустил бы Господа и сказал бы тоже, что и Петр, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Но этого возражения не последовало. Значит, из прочих учеников Господь умыл предателя первого, потом уже Петра, а остальные вразумленные примером Петра и естественно не противоречили, но приняли такую высокую честь, возданную им Господа. Вникни и в то, какую силу имеют слова апостола Петра, ты ли умоешь ноги мои теми руками, которыми ты очищал прокаженных, воскрешал мертвых, открывал глаза слепых, ты ли который сделал это и больше сего, у меня раба и не ученого умоешь и не руки, не иной какой-нибудь честнейший член, а ноги, член последний из всех, считаемый особенно грязным и бесчестным. А потом и сам ты внедри в себя смирение, которое не унижает, а более возгушает. вопросы. Из пяти церквей в каких церквах сохранилось вот это омовение ног? Игнат тихонеч. Ответьте. Я не понял вопроса. Обряд мобиления ног во всех церквах, вот в пяти церквей, сирская, гробская, там, русская, везде ли этот обряд соблюдается или где-то упущено это? Ну, даже здесь в России-то и то не везде. А чем они руководствуются, я нигде не считал даже про это. Видимо, от инициативы епископа у местного, я не знаю, было или не было. А предыдущее там было. В интернете смотришь, они там сидят, сколько, как он умывает архиереи, все показано. А у других нет. Я не видал ни разу, чтобы вот в близлежащих епархиях где-то это было. Нет, он никакого значения этого просто не имеет. Везде люди, они запрещены, это точно. Ну, и не павильона. Так что, это нигде не объясняется, по какой причине они это делают и не делают. Потому что оно на спасение нам не влияет никак. Они желают это имитировать. Я тебя вчера посмотрел в Греции. Страстная неделя. Огромный такой, видимо, из дерева плиты, ну, тонкой плиты. Вырезан Христос, руки раскинуты. Дальше. У них там сделан заранее был крест. Там высоко на холме монах снимает, съемка идет. Подносят большую лестницу, ставят, лезут. И вот этот изображенный Христос, ну, на картоне, они вот там привязывают к этому. Ну, что это? Какой это? Духовный рост или какое-то что-то. Ну, как вот делают это, комедии ставят. Христос повелевал это? Нет. А там монаха, туча черная. И вот они поют, и теперь замолкли, они это изображение Христа на картоне привязывают. А руки раскинуты, ну, мертвы так стоят. Они уже разомерили там на земле. Ничего тут такого нету никак. Ну, а тот, который привязывает и прочее, а он-то какую роль исполняет? Роль разбойника, а ему это надо? Считаю, что все это от того, что слова живого нету, только так. Вера от слышания, а не от того, что там натурально будут показывать. Насколько верно, я считал, когда у католиков было вход Господень в Иерусалим, то сидящий папа должен был кричать по-ослинному на осле. Было так или не было? Все, что было, кормушка от осла, вот теперь маленькими кубиками напилили и говорят, это кормушка осла. Ну, там, как проверить? Деньги, деньги, деньги. Вот это абсолютно точно. Сейчас еще чаще причащайся. Даже женщина нечистая, чтобы только она никуда не ушла, приходила чаще, она хоть одну свечку, но купит. И речь только о деньгах. И патриарх подыгрывает этому. Никогда в России не причащались больше четырех раз. Четыре раза это стояла норма. Четыре поста. А сейчас, а где написано? Ну, а где написано каждый день причащаться? А как проверить? Кто не будет причащаться, не будет иметь в себе жизни? Да в нуле посмотрите, мертвецы, они ни писания не знают, ничего. совершила аборт, пришла, ну, в течение там сколько-то дней считать акафисты. Акафисты считать. Ну, ни одного евангельского слова нет. Написано, не греши. Верующий в Сына Божий не может грешить. Иоанн говорит, он не может, это противно ему, а это один и тот же грех. Ходит, раскаивается. Архимандрит Юрасов Амбросий пишет, мать подошла, батюшка, исповедай мою девушку, она такая скромница, такая девица, даже на исповедь не хочет идти. Он описывает, но не говорит о ком. Она пришла исповедоваться, девушка, там такая скромница, у меня уже четыре аборта. Вот, и все, мать не знает, она не видит ни по поведению, ни почему. Хитрое создание, это змеиное. Она такой вид приняла, и прямо скромница, дальше некуда, юбка по полу. Ну, Архимандрит, мы, говорит, всю ночь исповедуем, нигде такие пещерские лаври. Он не называет это, но конкретно вот говорит, что мне пишет один, мы вот пьем, гуляем и блудим, потом идем сразу, каемся, исповедуемся, батюшка нас причащает. Ну, и дня через два мы опять пьем, гуляем и блудим. И опять идем и причащаемся. Ясно дело, что сатана правит бал. Люди обреченные. На это ничего нельзя говорить. Замешано самое высокое начальство. Если она не придет, причащаться, свечки не будет. Тут все связано с деньгами. Все, отошел. Спаси Христос. Евангелие Таана 13 глава с 8 по 9 стихи. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову толкования. Так как Петр более всех прочих учеников желал быть вместе с Христом, почему и спрашивал его, куда он идет, и по любви обещался положить за него душу свою, Евангелие Таан 13 глава с 36 по 37 стих, то настоящую угрозу Господь потрясает душу его. Если я не умою тебя, ты не имеешь части со мною. Петр услышав такую страшную угрозу настолько был тверд в сопротивлении, настолько же еще более силен в изъявлении согласия, и подает и голову свою на умовение. В том и другом случае он руководится любовью, сопротивляется умовению, потому что очень почитает Господа, соглашается, потому что не хочет разлучиться с Ним. А я прошу тебя, когда увидишь, что кто-нибудь сильно настаивает на своем по неразумению и склятву обещает не буду делать того-то, потом из уважения к клятве пребывает в том, чего не обсудил хорошо и из-за этого терпит вред по душе или по телу, то пользуйся благоприлично примером апостола Петра, который настаивал на своем, но когда увидел, что его настойчивость может разлучить его со Христом, отстал от нее. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 10 по 11 стихи. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Толкование. Господь, получив повод, обличает предателя, что он имеет нечистую мысль, нуждается в омувении от лукавства и перемене своего намерения. Многие спрашивают, почему Господь сказал апостолам, вы чисты, когда они еще не были освобождены от грехов, не получили духа, так как грех еще царствовал, клятва еще сохраняла свою силу, ибо агнец, землющий грех мира, не был еще заклон, искупитель наш от проклятия не был еще повешен на древе. В каком же смысле апостолы были чисты? Можно сказать, что хотя они совершенно и не были освобождены от грехов, но они чисты через слово, которое проповедовал им Господь. Евангелие Таана 15.3 Чисты по крайней мере в том отношении, что уже приняли свет, уже освободились от иудейского заблуждения, ибо слушай, как Исайя научает нас омываться, омойтесь и очиститесь, удалите лукавстве душ ваших. Исайя 1.16 Посему и учеников своих Господь справедливо называет омытыми и чистыми, ибо они пребывали со Христом со всяким незлобием и простотою. Под вечерью некоторые разумели познание Таинства Христова в конце веков, по тому, которому Иисус научает учеников своих, для чего умывает и ноги их, не потому, что они грязны, но для того, чтобы приготовить их к благовествованию по изречению Исаии, как прекрасны ноги благовествующих мир. Исаия 52.7 Итак, говорит, вы, что касается до вас самих чисты, но вы должны быть посланы и для очищения других, что и выражается умовением ног ваших. Итак, умовение дает нам мысль не об очищении апостолов от грехов, ибо они по свидетельству Господа чисты, но служат знаком того, что они посылаются на проповедь, чтобы чистоту, дарованную им через учение владыки, передать и прочее. Посему и Петр говорит, умой, посему и Петр говорит, умой не только ноги мои, но и главу, то есть не только пошли на проповедь, но очисти и голову мою через мученичество. Ибо вечеря и ныне бывает, когда при божественном священнодействии предлежит божественное тело и кровь его. Какое же дело требуется от каждого из нас? Слушай, все мы, уверовавшие во Христа, имеем сами в себе Слово Божие и евангельскую проповедь, ибо все мы приняли Христа в сердца наши, но на этой божественной вечере мы должны восстановить это слово и снять с него одежды, которые скрывают его. Таким такими одеждами бывают сребролюбие, тщеславие, зависть и каждая из прочих страстей, которые налегая на сущее в нас Слово Божие обременяют он и Если же кто нуждается в другом очищении, желает улучшения в учении и созерцании пульс говорит Микрофон выпустите. Слышите меня? Такими одеждами бывают сребролюбие, тщеславие, зависть и каждая из прочих страстей, которые налегая на сущее в нас Слово Божие обременяют тонны. Если же кто нуждается в другом очищении, желает улучшения в учении и созерцании, пусть говорит Господу Господи, умой не только ноги, но и руки и голову, то есть очисти не только поступки мои, но и руки, чтобы я мог и других руководить и приниматься за добро, и голову, чтобы я в созерцательном и богословском отношении имел о предметах божественных понятия чистая и безукоризненная. Таким образом, через исповедь мы можем омыться, чтобы достойно причаститься вечере, а не есть и не пить осуждение себе. Об этом осуждении сказано в первом послании Коринфянам в 11 главе 29 стихе о недостоинстве причащения. кто причащается не рассуждая о теле Господне, если пьет себе осуждение. И комментарии Игнатия Лавкина на это толкование Боженного Ферфилакта именно на слова, что мы должны восстановить это слово и снять с него одежды, которые скрывают его Слово Божие в ангельскую проповедь. Как милости в Бог творению своему! Как мог родиться такой человек, как блаженный Ферфилак спустя тысячу лет, когда Слово Божие глушилось и закапывалось? Конечно, сегодняшним служителям мрака, отвергающим Слово Божие, хотелось бы и дальше обременяться дорогими одеждами, серебром и погружаться во мрак все глубже и глубже. Все мы, уверовавшие во Христа, имеем сами в себе Слово Божие и евангельскую проповедь. Ибо все мы приняли Христа в сердца наши, но на этой божественной вечере мы должны восстановить это слово и снять с него одежды, которые скрывают его. Но милостью Божией труды Божественного Фефилакта известны и на Руси. Мы их здесь выделяем, подчеркиваем с одной целью, чтобы оживить у русских людей, называющих себя по ошибке и глубокому заблуждению православными, а на самом деле являющихся кривославными, кривоверами, оживить этот бессмертный труд дивного Фефилакта. Это его слова, которые мы будем повторять, целуя эти буковки. Все мы уверовавшие во Христа имеем сами в себе Слово Божие и евангельскую проповедь, ибо все мы приняли Христа в сердце наши. Но на этой божественной вечере мы должны восстановить это слово и снять с него одежды, которые скрывают его. Преславный Фефилакт, моли Бога о русских горе-пастырях и горе-патриархе, которая не знает, куда ведет эту слепую паству. Прочтите ниже повторяемые слова хотя бы раз десять подряд и скажите достойны ли вы этих слов, пережили ли вы эту радость. Прочтите, потом закройте глаза, посидите и припомните из своей жизни что-нибудь похожее, о чем здесь говорится. Снова помолитесь, закройте глаза и повспоминайте, было ли с вами такое, о чем говорит этот архипастырь? Все мы уверовавшие во Христа имеем сами в себе слово Божие и евангельскую проповедь, ибо все мы приняли Христа в сердца наши, но на этой божественной вечере мы должны восстановить это слово и снять с него одежды, которые скрывают его. Вопросы? Истинно так. Трусость и корысть. Вот две одежды, которые скрыли слово Божие. в православных храмах. Если бы наши архипастыри скинули эту одежду, то Слово Божие засияло бы в храмах. И мы сами в себе имели бы его, эту евангельскую проповедь. Евангелие Евангелие от Иоанна 13 глава с 12 по 16 стихи. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Толкование. Петр, ты узнаешь, после того, как я возьму одежду свою и возлягаю, начну учить вас и говорить, знаете ли, что я сделал вам? Ибо если я признаваемый от вас Господом и Учителем и признаваемый не ложно, ибо я точно есть, умыл ноги вам, и не сказал вам, рабам, ни книжным, ни ученым, но оставил это самим доразумевать, то и вы необходимо должны умывать друг другу ноги, то есть оказывать друг другу всякую услугу. Ибо через умовение, которое считается последним служением, научает, что мы тем более должны исполнять прочие служения более почтенным. Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что я сделал вам. То есть служили с таким же усердием, они имели получить честь, они одни большую, большую, другие меньшую, чтобы они не превозносились друг перед другом. очищает помыслы всех их, ибо раб не больше господина своего, доколе он раб, не посланник, не больше пославшего его, доколе он посланник. А когда сделается больше, тогда он не раб, не посланник. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 13 глава, 17 по 19 стихи. Если это знаете, блаженный вы, когда исполняете, не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но на сбудется писание, едущий со мною хлеб поднял на меня биту свою. Псалом 40, 10. Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. толкование. Ибо иудеи знали заповеди, но они неблаженны, а весьма несчастны, потому что не исполняли их. Кто ест хлеб мой, кого я питаю, кто разделяет со мною трапезу, стол, каковое обстоятельство смягчает и врагов, тот не сказал, тот предает меня, но поднял на меня пету, то есть употребил против меня коварство и лукавство, подобию борцов, которые ухищряются против своих соперников, запиная их питы, повергают их. Не о всех вас говорю, чтобы ненависть страха на многих, он явно отделяет его предателя и показывает, что замышляет против него один только. Посему говорит, идущий со мною хлеб мой. Когда Иисус сказал, я знаю, кого избрал, то что нам сказал, оба Уди? Неужели избрал и его? Да, когда он был хорош, избрал, как Исаула, но он сам переменился, ибо свободен. Господь же попускает каждому действовать по своей его воле, потому что не отнимает свободы, а когда Иуда переменился, то отверг его, хотя прежде и избрал. Да сбудется Писание. Это выражение понимает так же, как и прочие подобные, о которых мы часто говорили. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 13 глава, 20 стих. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Толкование. Господь сказал, что он будет предан, говорил, что он оставит их, что они потом разойдутся, рассеются, будут терпеть много бедствий, посему утешает их двумя способами. Во-первых, через самого себя, ибо показал им, что сам он претерпит, и что он сделал предателю, умыв ему ноги, допустив к участию за столом. Ибо если будут иметь это на душе, то легко перенесут всякие бедствия. Итак, один способ состоит в том, что Господь утешает их тем, что он сделал врагу, до конца врачуя его, и что сам претерпит. Другой способ в том, что он отворяет для них дома всех, что все, которые послушают их учения, примут их. Видишь ли связь настоящих слов с предыдущими? Господь оставит их, они будут терпеть множество зол и бед, он утешил их собственным примером, ибо будет предан учеником, а умывает его. Утешает их и предречением им, что хотя они испытают много бед, но все будут их принимать. Принимающий вас меня принимает, а через меня Бога и Отца. Примечая силу утешения, вас говорит, люди будут чтить как самого Бога, посему не унывайте от злобы гонителей. Вопросы? Игнатий Тихонович, далеко, вот здесь последнее слово, посему не унывайте от злобы гонителей. Было ли у вас столько нападок сегодня, вы говорили, больше, чем даже вам кажется, что на Путина. Когда-нибудь вот такое поступало чувство, здесь сказано уныние, или какое-то, я не знаю, как его назвать, это чувство, нехорошее какое-то, или... да, было. Да, было. Вчера только было. Вчера. Вчера. Вот этот толстый, я его называю веприлесной, Олег Сват, 150 килограммов, он безмешно сидит, и он смотрит, кто у меня в друзьях, и буквально заваливает всем. Мы сегодня сообщают, и где-то он берет, там в интернете, сам добавляет, ну такую мерзость пишет, там против троицы, чтобы людей, которые около меня, перевезти туда. Ну вот он сунулся на Валентину с Артисон, она его отбрила, там еще кого-то, на Валентину, это Галина приезжала сейчас у блеска, то есть он безобразничает, ворюга, во-вор. Ну думаешь, господи, как же так, он уже души-то отравляет, ну потом пойдешь, помолишься, и как-то утишишься. Ясное дело, что у меня чувство тревожное, вот он злодей, злодей, злодействует. Но никакого чувства ни отчаяния, ничего, а скорбь, скорбь, что, господи, души живые, столько труда на них положено, но они склоняются, а, а, это проще всего, это можно как сказать, любого сбить на это дело. Вот рассказ такой, живут нормально муж и жена, и вот к мужу подходит бабушка, и знак, ты меня не знаешь, я бабушка Анна, там, Демидовна, ну что, баба, ну я видела, как вы живете, хорошо живете, да слава богу, но это ладно, он никуда не глядит, да нет, а когда приходит, да поздно, да поздно, поздно, а ты вот в 6 часов вечера, там подойди к столбу, где там, напротив кинотеатра-то, ты посмотри, в чем он там стоит-то, он домой должен идти, да ты что, баба, все, и тут же она, эта бабушка оказалась около и жены молодой, там, молодая жена-то она, хорошая выглядит, красивая, ну как живете, да все, ну и прочее, и к нему так же подошла, и вот она не выдержала жена-то, оставила своих трех ребятишек и побежала к тому столбу, а смотрит он, стоит, так значит, не зря на тебя сказали, а он на нее посмотрел, а ты-то сроду тут не была, значит, а тебе не напрасно сказали, то есть, ну что ты бы у столба-то стоял, ты уже стемнялась, ну и ладно, разговорились и разговорились, а тебе кто сказал, да бабка там беззубая, вот такая нос с крючком, ааа, вот сатана, вот сатана, вот этот вот, который нападает, который около меня люди, которые пришли, уверовали, и они их добивают, они, бывает, еще не укоренились, это было у Израиля, амалик, просили пройти, их не пропустили, и бывает, женщина с ребенком там, присела за кустик, а они стрелами их поражали, которые сзади-то отставали, ну и, дальше было сказано, даже десятое поколение, колено, в общество Израиля не войдет, ждите момента, Бог даст указание, истребить амалика совершенно из земли, и вот эти пузатые вепри, которые там, Малек там, из Томска, священник там, Дудин, Дудин, такие мерзости говорят, все извергают, Господи, это амалик нападает на ослабевших, которые около меня люди, я сейчас даже не стал фамилии писать, а просто одну букву ставлю, и все, безобразники, безбожники, варьё, они видят, что у меня овечки, и они лезут, и вытаскивают овечек, я что должен думать о них, подлецы, негодяи, это самое мягкое для них выражение, безбожники, ну ты правильно сказал, я недавно только заблокировал, посмотрел, я блокирую, они заходят там с матерками, всякие пакости, говорят, больше пяти тысяч, у Путина, конечно, столько нет, там следят там, а у меня что, они лезут, один раз я даже обратился в прокуратуру, там, Саварбек Алмазов, с Карагандинской, области, из Казахстана, он голову там, отрезал, а потом такие взял там, порнографические картинки там, и Надежда Васильевна попала туда, но она-то вообще ни при чем здесь, ну то есть такие гадости, я обратился в прокуратуру, а прокуратура тут туда, и там его, видимо, вызвали, все убрал, и все заглох, больше его нету, все, я просто вынужден был, обратиться, вот такое дело, так что, отчаяния никакого нет, я знаю, как Златоуз говорит, если корабль вез солому, гнилую-то, пираты не нападают, а когда золото, жемщик, тут нападают, чего бы они вокруг меня такие силы, дьявол задействовал там, а дивизия, дивизия-то, 10,5-11,000 человек, полк, две тысячи, то есть сколько полков на мне задействовано-то, каждый день, каждое утро, ничего нету, допустим, я с ребятишками гимнастику делаю, и всякие мерзости говорят, а это старый педофил, это вот то-то-то, увидели девушки красивые там, ну и Галя там посмотрела, загуляет, а я не видел, она просит, пожалуйста, уберите, они увидели, они на нее говорят, погонь всякую, она красивая, симпатичная женщина, и все, ну, это люди, от ребя земли, и неики, аватары придумали где-то, но Бог все это снимет маску, а когда с ним случится что-то, тогда начинает говорить, да ни в чем не повинный, куда Бог смотрит, да туда и смотрит Бог, Бог смотрит, они были вместе, 70 человек гуляли вместе, и все, 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 сдохли, боярышника напили из Иркутска, 70 человек, а вчера только нападали, а как вы знаете, ну, я к примеру говорю, я не знаю точно-то, но ясное дело, что такие люди, вот сегодня ночь, я ночь, час, но я уже в первом часу сижу за компьютером, и уже все, до утра, и дальше идти в храм, и вот звонят непрерывно, мой телефон узнали, непрерывно звонят, и на телефон мобильный, и на стационарный, всю ночь, я посмотрел сегодня, 30 звонков, я послушал, мужчина там какой-то говорит, ребятишки там хохочут, значит, сатане не спится, я знаю, что и как действовать, блокировки ничего не помогает, не работает, ну, еще звонят и звонят, так что, конечно, печально это все, лучше бы было без этого, а потом думаешь, а без этого, значит, какая тебе награда, мой Господь знает, так, чтобы могли перенести, а сегодня столько радости, на собрании, люди, приезжие, гости выступали, ну, одна огорчает, а есть люди, которые пришли, ушли, а причина, причина одна, только одна причина, какая, они не были наши, говорит апостол, вышли от нас, и с того узнали мы, что они не были с нами, они были, ходили, ели, пили, они не с нами были, они никогда на собрании не остаются, эти люди, в субботу никогда не ходят, их уже видно, они уже вот-вот теплятся, чтобы уйти из общины, никогда не видели на канон Андрея Критского, хотя я прямо подхожу и говорю, хоть раз придите, ни разу, я сегодня посмотрел, они, эти люди, которые вот такие, они поверили, от этого лжеца, от сатаны, что земля плоская, не шарообразная, ну, и всякую мерзость такую, дальше там, Славик, Щебаркульский, это пророк, Герман, там, святой или что-то, ну, вот, какая бы пакость ни была, они ее глотают и глотают, а эти люди около нас были, притом одинаковые все, что земля стоит на каких-то столпах, там, на китах, на слонах, ребенок в школе знает, что это не так, все уже доказано тысячу раз, так это сейчас по всему эпиру, эту мерзость разносят, конечно, думаешь, был рядом человек, ходил, работали вместе, и вдруг такую беду наносят, ну, значит, таков его путь, я молюсь, Господи, не дай ему погибнуть, дай ему раскаяния, в дне вечности, не помяни его безумие, он не знает, что делает, вот сегодня гости были, сколько они литературы взяли, сколько беседовали, уже ехать, они все не уезжают, говоришь с ними, то одна поднимет тебя, целует, подойдет, то другое, где бы я была, где бы была, на мне в интернете каждый день, но вот эти люди перевешивают эту пакость, мне отовсюду идет, вот мы теперь только вас смотрим, мы все остальное убрали, выбросили, это благодать Божия, а раз благодать, если враг нападает, дело твое угодно Богу, а если его не расшатывают, как англичане говорят, значит, Богу ты не угодил, это и святые об этом говорят, ну, конечно, неприятно, что тут говорить, молитва, молитва, что, четки, четушки, вот они, а у них этого нету, вот и отошел, паси Христос за ответ, да, слава Иисусу, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 21 по 22 стихи, «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Толкование. Господь, помыслив, что предатель лишился и того, и другого, и терпения в трудах, и услуг от людей, которые будут принимать апостолов, возмутился духом, то есть в душе ощутил скорбь и засвидетельствовал. Это значит предсказал, вперед засвидетельствовал, объявил. Ученики в недоумении озирались друг на друга. Каждый из них сознавал себя чистым, не находил никакого лукавства в своих помыслах, «Но слово Господа почитал достовернее своих помыслов, посему все они скорбят и недоумевают, ибо объявление сделано тем, кто не ложен, и они были уверены, что оно непременно сбудется». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 23 по 26 стихи. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я обмакну в кусок хлеба подам». Толкование. Все в томлении, и сам Верховный Петр в трепете, а Иоанн как бы в радости возлежит на лоне Господа. Иоанн возлежал по следующим двум причинам. Во-первых, потому что был любим более всех прочих, а признаком любви служило возлежание рядом с Господом. Во-вторых, потому что смелостью и бодростью он хотел показать, что он был чужд обвинения в предательстве. Свидетельствует же само себе, что Иисус любил его в разрешении недоумения. Чтобы ты слыша, что Петр дал ему знак, спросить, не подумал, что тот дал ему знак, как старшему. Евангелист говорит само себе, что Петр дал ему знак не как большему, но как любимому Христу. Посему эти слова его выражают смирение, а не желание показать себя. Ибо он не говорит, я любил Христа, но он любил меня, высказав, взыскав меня по милости и щедротом, подобно тому, как и апостол Павел говорит, стремлюсь, не достигнули так, как достичь меня Бог. Филиппийцам 3.12 Почему же Петр не спрашивает Господа сам, а дает знак Иоанну? Во многих случаях Петр от большой горячности был стремителен, но подвергался порицанию. Посему теперь он опасался спросить, чтобы Господь и в настоящий раз не упрекнул его, как порывистого. Для чего же Иоанн преподает к груди Иисусовой как так неблагоговейно и неприлично? Потому что он не понимал еще ничего великого о Христе, и они не были научены почтенным воздавать достойную честь, ибо были люди рыболовы и не сведущие в приличиях. Господь позволяет ему припасть к груди, чтобы ослабить его печаль, укротить смущение в душе и вообще успокоить его скорбь. Естественно, что и на лицах их выражалось много печали. Господь, спрошенный таким образом, не объявляет предателя по имени, но дает знать о нем посредством куска, чтобы обратить предателя и привести ему на память общение в столе и хлебе, участнику, в которых не следовало предавать питателя и не истовствовать против него. Прими, говорит, хлеб сей, который ты разделял вместе со мною, сознай, что мы имели общий стол, но он страстью усыпленный в душе не уразумел этого. Если ты сам желаешь возлежать ближе к Иисусу и припасть к персям его и научиться от него тайнам, постарайся заслужить любовь его простотой и добротой. Ибо Иоанн был незлобивее, проще и кротче всех, и за это был любим. Так и ты, если будешь так же не злобив, удостоишься припасть к груди Иисусовой, что служит знаком богословского достоинства, ибо по уверению Писания в сердце скрываются слова Господни. Псалом 118, 11 стих. Таким образом откроется тебе все таинство и предатель слова, ибо для того, кому веренна благодать богословия явным становится и предатель слова, то есть мудрствующий не по правой вере. Ибо еретик, подменяющий слово истины, который есть хлеб, оказывается имеющим он и не без примеси, но подмоченный. Вопросы? Час прошел, пожалуйста, задавайте любые вопросы. Есть вопрос такой, вот почему Иоанн лежал рядом с Иисусом Христом, мне кажется, а не из-за того, что они вроде поплатили родственники, может, из-за этого тоже. Вот такой вопрос. Игнает Тихонич. Такие вопросы никто никогда не задавал, и они нам не нужны, сразу сказать. Это излишняя любознательность. Иоанн Златоуст эти вопросы пресекает. Они касаются не спасения, ничего, и при том только так, приблизительно, ну и что? А может родственник, а может потому, что он более созерцательный такой был, как о нем пишет Баженов Апилакт, а может быть, потому что больше всего проявлял любовь, ученик, которого он любил, которого любил, везде подчеркивается. Может быть, так, ну это никакого отношения не имеет ни к спасению, ни к чему. Нужно научиться, как Иоанн Златоуст говорит, вопросы не задавать. То есть ты посмотрел, касается тебя, нет, не касается, да зачем тогда это праздное, ты лучше молитву сотвори. По делу. А вот Иоанн был так, а у Пётра какие причины у него были такие, так огорчил Господа, что сатаной его назвал. И дальше, почему именно католики считают его преемником? Это тоже как-то на него отходит. Вот это уже по делу будет, это политический момент выявится и религиозный. Ну и так это все приблизительно. И это не важно. Важно одно, с живым Богом живые отношения, живая молитва. Как это установить? Конечно, было любопытно ему знать, а кто такой? Как? И в завуалирной форме было показано, обмакнул подам, но никто этого не знал. Ну а дальше уже события разворачивались, как вот искушение Христа есть, кажется, с Карези там кто ставил его. Ну, муки там показывает Христа, и будто бы папа отозвался, говорит, все так, как было. Как было? Ты что, там был у креста, так было. Столько мучения, и там, не знаю, ничего это не видно. Плетью, да, били его, ну, дали, руки протаранили ему, пробили. Ну, а что, вот, как он шел, он и дальше все это показывает, не знаю, нигде никакого подтверждения этому нет. Это, в студии все можно сделать в Голливуде, а если этого нет, надо обойти. Слова Златоуста здесь над всем должны превалировать. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Все. Чего в Библии нету, надо знать хорошо Библию. Вот такой ответ. Спасибо, Игнатий Тихонович. Слава Христу. Спасибо, Господи. Слава Христу. У нас говорят «Спаси Христос», не «Спасибо». «Спасибо» — это мирское. Ага, «Спаси Христос». Игнатий Тихонович. Так, вы не говорили, читали? Игнатий Тихонович, расскажите вот в вашей жизни пример христианской любви прям такой очень яркий. Когда-то вот вы видели в ком-то в какой-то личности, может вам так запомнилось на всю жизнь? Мне вот интересно. Ну, в первую очередь у нас в семье эта любовь проявлялась. Десять ребятишек, отец инвалид, без руки с войны. Но никогда ни разу мы, ни один ребенок не слышали, чтобы отец жаловался, что власти такие, как сейчас там кто-то виноват, никогда не было. И отец вот сидим, ну, картошка жарена там на чем-то, на масле, на сале там. Ну и внизу пригарки, это они вкусные такие. И как-то отец говорит, да, наверное, Сталин каждый день пригарки ест. Я сейчас это вспоминаю, до того смешно. И отец пригарки эти делит между нами, он сам не доест, а нам все отдаст. Мы видели это в семье. Вот, такая была привита, и никто не знал этого стрелка, любовь. Как мамочка, папочка, у нас тячка, мамка. То есть, как будто бы грубовато. А это вообще вообще принято так. И мы это видели. Они все отдавали, чтобы мы были не такими, какими нам хотелось, а как они понимают. И мы очень благодарны. Ну, дальше, конечно, ну, просто более яркий, я не могу так сказать. Вот, и меня, когда спрашивают, что самое важное в моей жизни было. А моя жизнь-то, она необычная такая там. Где меня только не таскали, где меня только не крутили, где меня не долбили, не били, не покушались на меня. Реально, на жизнь. И море тут, и... Ну, все. Я отвечаю одно. Я узнал, как много у Бога добрых людей. Как вот отец Арсений видел, как огоньки везде загораются. И второе. И я славлю Бога, ну, почему эти добрые люди мне попались? И третье, почему эти люди приняли активное участие в том деле, чем я занимаюсь. Вот милиция, мусора, это там менты. А в моей жизни фактически ни одного плохого милиционера не было. Они все старались помочь мне. Евреи, да это жены, проклятые, ограбили. Мусульмане, да это... А у меня всегда помощь была от евреев. Они мне там ролики пишут. Чудо Божье, конечно, еврейский народ. Для меня еще большее чудо, что есть такой человек русский и так отзывается об евреях. То есть, обо мне говорят, чудом считают. Вот сейчас на меня нападают мерзости всякие. От мусульман ни одного плохого нет отзыва. От мусульман. Мы, вот, не знали, у вас одеты, и женщины, как в хиджабе. Это настоящие русские люди. А нас тут называют чурки, всякое. Вот, ни одного матерка от них нигде не услышишь. То есть, каждый день мусульманин комментарии оставляют, и при том очень благодарственные. Вот, это все хорошие люди. А выделить так, что вот, ну, один какой-то превыше всех, конечно, для меня знаковой фигурой стали Еремеевы, Михаил Александрович, Иоанна Матвеевна. Это 1962 год, 27 сентября, когда мы встретились через них, у них, в дому, я получил Новый Завет, считать. Я не знал ни Нового Завета, ни Библию, ни Евангелие в руках не держал. Меня не уговаривали, просто на стол положили, а сами пошли обедать. И когда они зашли, я уже просил молиться меня. Господь зовет меня. Я тут же помолился, мгновенно изменилась вся жизнь для меня. Они были баптисты с 50-никами соединены были. А для меня нет разницы, я каждый день молюсь, каждый день их имена произношу. Господи, они были-то неправославные. Ну что можно сделать для них, если Господи... Да они так для меня помогли. Вот это для меня знаковые фигуры. Люди, в которых я видел настоящую любовь. Ну, помесили меня в городе Кемерово там на судебную экспертизу психиатрия. Ну и обычно две недели там человек будет, наблюдают, пишут, под суд отдавать или в дурдоме держать, там где-то ящики пивные сбивать будет года-два за убийство ничего его судить не будут. И вот туда меня привезли, когда неделя вторая, третья, четвертая никак нет. А что, ждут какое-то светило из Москвы. Мой случай считает необычным. И как это было? Сестры, ко мне до того расположены, вот книга у меня вышла из документов для слова Божия нет ус. Я там поминаю это все. И где я был, я везде проехал с книгами, везде дарил книги. А они меня, когда провожали оттуда, они два больших мешка, больших, прям мне под пояс, полные, набитыми, разными продуктами, и чего только там не было. И охранникам наказали, которые повезут, чтобы меня не отняли. Ну, я делился с заключенными. Мы, говорит, на пенсию никого так не получали. Почему? Среди печали Бог дает вот это отдохновение и радость. У меня все время везде встречаются добрые люди. Добрые! Вот прямо не знаю как. Вот я вдруг утром у меня побуждение пойти к главному банкиру. Мы в хороших отношениях. А он, говорят, еврей. Ну, таков он хороший человек. Гляжу, около ворота растет куст миндаля. А миндаль это символ бессмертия. Рассветет миндаль. Экклесиаз говорит. Я две или три веточки сломил и в сумку бросил. Пришел. А у него приемная, там где несколько секретарей сидят. Ну, главный банкир Сбербанка по Алтайскому краю. До того он внимательный. Ну, сказали, что я здесь. А я даже не знал у него день рождения. А тут все банкиры со всего края. Он меня первого принял и стали беседовать. У меня книга. Я ему даю. Какой он отзыв дает? Я говорю, называю по имени-отчества. Да подожди, ты не лезь тут. Тут как раз то, что я ищу. У вас по финансам тут ответы-то вы даете. Это вы как будто банкир какой, мне говорит-то. Маленько погодя. Я говорю, мне книгу-то выкупить-то нечем. А сколько надо? Я что-то сказал. Лежон в шкаф полез. Мне кажется, 50 тысяч надо было. Остальное уже заплачено, предоплата. из шкафа-то голову поднял мне и по пятерке-то накидал. Я дома посмотрел 50 тысяч. Мало того, тут же машина и кажется, сам приехал ко мне. Это в другой раз, наверное. Вот такое дело. Добрые люди, конечно, мэр города. Мэр, входящий в десятку лучших мер в Российской Федерации. Как одна семья. Сам приехал. Вот эти у меня два дома здесь, это я высудил за то, что меня конфисковали. Общий счет, они мне должны были, государство, 11 миллиардов недоминированные те деньги. И вот Господь позволил выиграть процесс. 11 лет шел суд. Почему? И Бог дал там и судей, и в Москве незнакомые мне отменили все до этого бывшее. По новой пересмотре я выиграл. И ответственная не КГБ сделалась, а городская администрация. И Бог дает пристав судебный. Женщина, там, кажется, Пчелкина, она как начала их тут немедленно рассчитаться, нечем. Блокируем все, у них такое право имеется, заблокировать все счета, ни один учитель, никто не получит. Меня вызвали, но и оказалось, нам нужна вот недвижимость, дома, в центре города, сухо, где мы молимся сейчас. И это все было сделано. И вот люди, которые подходят, добронравов, богомолов, фамилии такие, а до этого все было там зверев, медведев, вот такое, какое-то звериное все было. Господь меняет и дает таких следователей, ну я не могу высказать даже, сколько добра, я начальник детского лагеря 45 лет, сколько было хороших, благодарственных детей и их родителей. Это было в тюрьме, и начальство расположено ко мне, и в КГБ, он на дом приезжает, дает обещание моей матери, что вызволит меня из тюрьмы, он полковник КГБ, и на своей машине меня вытащил оттуда, мы помолились, а жена пришла передачкой и привез домой Никулин Юрий Михайлович и говорит, я вашей матери обещал, интеллигент в самом высоком смысле, мое дело курировал, ну я куда ни гляну, у меня добрые люди, да рядом вас живет, Володя со мной, откуда он взял, беспризорник, попутно хочу сказать тебе, Виталий, ты меня слышишь? Виталий? Да, Игнать Игоревич? Мне сказали, что ты хотел бы на лето приехать помочь, я тебя приму с радостью, мне нужны помощники там в божеский вид привезти еще два-три домика, потому что теперь мы не в лагере, а в домах, и нужно там поработать, доски все наше, помогать, обшивать, делать там, вот так, если да, то ты мне дай знать хотя бы в течение недели. Хорошо, Игнать Игоревич, спасибо, Платить я не могу, у меня ничего нету, ну вот, просто необходимо, я же не для себя это делаю, и вот вы здесь собрались, вот я смотрю всех которых, ну кто-то один раз пришел, столько доброты, я вам не лщу, я в людях разбираюсь, откуда они? Как? Я никогда не знал с Артисон Валентину, приехала, крещение с Германии приняла, сейчас вот усатая это Наталья, ну по порядку возьмем-то, ну куда не гляну, конечно на первом месте у меня отец и мать, и далее духовный отец и мать Еремеевы, вот, а между ними люди во свете ходящие, я каждое утро молюсь и говорю, Господи, воздай добром тем, кто трудился над возрастанием моей души, первые родители, дальше дядя Степан, дядя, которому тайной ночью убегал и учился у него, ну и от Еремеева, вот так, мне всю жизнь везде освящал Бог светом через других людей, через их доброту, даже, вот представьте, меня привозят пересылочное, кажется, Новокузнецк, ну куда там, вниз спускаешься там, а там эти дубаки называются, ну которые прислуживают, баландеры их называют, оставленные, осужденные люди, выдавать матрасы, всем дают матрасы, а мне не дают, отец отойдет в сторону, когда все разобрались, он идет и несет с иголочки, я, говорит, как пришел, сразу решил, как только священника привезут, ему, чтобы новая простыня, я все спрятал и держал, и мне все выдает, я еще не приехал, он говорит, а я уже знал, о Бог как делает, захожу в камеру, они, а это Бог вы, да какой я Бог, а уже ночью сон видел, что к вам в камеру Бог придет, он о спасении вам скажет, вот как Бог делает, ну, конечно, моя благодарность к людям, которые знают Бога, которые открыли, за чудо, что Бог открыл мне веру, и дал веру не просто как-то в Святой Православной Церкви, а что враги где-то, естественно, гнали меня, будут гнать и вас, Христос ли не доброта, а сколько врагов-то было, что и распяли, а меня еще не распяли, вот поэтому я благодарю, вопрос хороший, очень хороший, я стараюсь всех людей найти, кто мне помогал 30-40 лет назад, и мы туда едем, нанимаю машину, и едем, и я дарю им книги, я несказанно разбогател, как есть такой фильм, Иннокентий Сибиряков, вот кто не видел, посмотрите, он разбогател, будучи владельцем Золотых Приисков, и прямо объявил, я не знаю, куда деньги деть, он к нему все шли, всем помогал, ну посмотрите, его, кажется, канонизировать хотят, это историческая личность, Иннокентий Сибиряк, Сибиряков, и вот такие Сибиряковы мне встречались, я не прошу ничего, в карманы везде толкают, и все, сегодня гости только что уехали из Новокузнецка, одну первый раз вижу, а другую давно уже знаю, и говорят, как они пришли, вот встретились, узнали на форуме, вот все через интернет, вот, ну вот Новокузнецк, поехали, опять подошли, я уже слежу за руками, подойдут, опять карман мне сунут, ну я книги даю им, дарю, а все выкупили, так и не смог подарить, ну разве это не доброта, вам в лагерь потребуется, ну понятно, но вы в дороге же, да какой мы сегодня дома будем, я их не знал, доброта, ну вот я гляжу на кого, я почти никого не знаю, тут была вот, благодатская, значит, надежда, крещение у нас принимала, сколько в ней доброты, там ребенок больной, рядом вижу Виктор Николаевич Савченко, сколько он для лагеря послужил, для меня лично, я в долгу перед всеми, а доброты в Викторе-то, не знаю там, насколько хватило бы, если бы был неверующий, вот я просто, вопрос задали трудный, выделить отдельно одного, ну как, мне вопрос задавали в университете, он в книгах, у вас есть любимчики какие, конечно есть, это не, не как-то в осуждении, у Иисуса был любимец, говорит, ученик, которого любил Иоанн, вот, а как вы к ним мерка, я с них взыскиваю, больше, чем с тех, которым равнодушен, мне вопросов, на не один, не два, я отвечаю, на 4124 вопроса, и все на сайте стоят, вопросы, каждый вопрос отвечаю, во свете Библии, что говорят об этом, святые отцы, что говорят об этом, жития святых, и что говорят каноны, таких ответов, в мировой сети нету, просто нету, а почему, да Бог любит и дал, дал, а я отдал даром, я вот кого не вижу из вас, и от всех я получил добро, да воздаст вам Господь, добром, все, еще нет вопросов, или что, или не слышит никто, сколько тут, Игнатий Тихонович, так вы уже ответили на все вопросы, да может быть и не ответил, у кого-то бывает, трудно сказать, новый вопрос, когда тысячи, а сколько всего, ну может быть 10 тысяч, как-то стали у меня проповеди записывать, и у меня стоит 1300 проповедей, так это маленькая часть проповедей, и все проповеди построены именно так, приоритет Священного Писания, теперь что говорят святые отцы, а что говорят святые отцы, это 300 томов, 300 томов, не книжечек каких-то, в среднем где-то 700 страниц, это каноны 719, и жития святых там 1170, кажется, с чем-то, три или больше, житий, биографий, и все это вкрапляется в вопрос, как Бог дает, вы все помните, конечно не все, когда отвечаю, у меня как экран открывается, вот я сегодня говорил, 60 лет назад был в армии, газета «Комсомольская правда» в руки попала, один раз прочитал, но мне Бог дал память, и я запомнил, и теперь я не вспоминал даже это стихотворение, Елисавета Стюарт, и вдруг пригодилось, я сейчас раз и начал цитировать, как будто я вчера считал, 60 лет, но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди, вот Никита Андреевич Колесников такое стихотворение получил от меня, и тоже заучил, я благодарен Богу за встречу со знатными людьми, которые многое мне дали, вот 26 том открытым оком у меня, каждая книга 752 страницы, я бы не издал без Евгения Евтушенко, по порядку, ну, просто не издал бы, не знал бы у него, а его накоплением, архивами я воспользовался, все мое, но именно откуда достать, эти биографии, их не найдешь нигде, а у него они и все есть, и был Ахмедулиным, первая его жена, и все, вот так. Игнатий Тихонович, вот такой вопрос есть, я смотрел ролик, ну, где, где вы с Никитой, там, Паля и Голуби, ну, и вы разговариваете, как бы, как понимать животных, ну, там, вот про животных, месяца три назад, два, наверное, ролик выходил, ну, очень понравился мне ролик, а расскажите, как вот, ну, вы прям, как вы понимаете, прям слышите? Я слышу, а вопрос-то в чем? Ну, у меня дома две кошки, как бы, иногда тоже у меня, кошка Кита, я зову, тоже иногда, смотрит на меня что-то, или, как будто, что-то хочет сказать, ну, я, я, я же не могу, ну, как бы, так слышать, это тоже интересно, я вообще иногда думаю, то, что они узнают больше, чем мы, у меня почему-то вот такие, даже мысли. у меня, не так, что на одном месте, я вот завел, у меня разные породы голубей, редкие породы, и, плюс ко всему, я ни разу, нигде не покупал, вот сейчас про меня узнали, там, в Германии, а они из России-то, узнали голубятник, они на меня выше, и голубей показывает, говорит, сейчас продавали голубей здесь, говорит, голубя одного, и сколько он назвал, в русские рубли перевести, три с половиной миллиона, да невероятно, да как так, это, но показывает, голуби действительно хороши, красивые, я занимался ими, а сейчас занялся дикарями, эти, все у меня породистые по голубятням, бомбардируют меня, недруги, ну и наблюдаю, как я не знал, что у голубей, когда она выводит, ну там еще слепые, она их кормит, мать, дальше у него глаза открываются, она его не кормит, и если отца нету, самса голубя, а он сдохнет, она перекладывает на него, а сама в гнезде сидит тут же, еще голубенок, две недели прошло, глаза не открыл, она уже садится, новое гнездо, вот у меня уже третий выводок, я сейчас занимаюсь дикарями, столько нового открываю, я все в записи веду, ну я просто не могу без этого, это я думаю передать другим, вот голуби, вертляшки у них голову заворачивают, никак нельзя, лекарства нет, только голову рубить, я говорю, это щека, топор, чурка, конец, да, это, не трогать его, это чужие какие-то, нападают на меня, вот, а тут я теперь узнал, и стал пробовать, вот коробка, она протравлена этими больными, была голубями, а сейчас оттуда дикарей, и они своим присутствием, или что, вытравили, никакой заразы нету, теперь я стараюсь узнать, какой процент надо дикарей, чтобы своим присутствием, вот взмахами крыльев, они от себя как, ну это неправильно, но так принято, говорят, добрую энергетику, микробы рассылают, чтобы те не болели, а кто этим занимался, я даже не слышал, а мне это на мысль пришло, лекарства рядом, у меня их дикарей-то тут же, они у меня залетают там, в голубя тене, я их закрыл, они у меня поженились, и выводок за выводком, теперь смотрю, один к трем, примерно процент уже вывел, нигде в интернете этого нет, а это важно, даже очень, голубей 300 человек, 300 штук было, вертлящикой зашла, все вырубила, ничего нету, притом неизлечимая, а на человека не влияет, можешь колоть, резать, есть, и вообще нету, вот, вот так вот интересно, поэтому я могу сказать, то, что я считаю, с детства люблю, орнитология занимался, птиц, сколько где, любое гнездо я найду, а как я залягу, и смотрю, где она летает, успокоилась, червяка берет, и полетела туда, как она села, я со всех ног туда несу, с мальчишкой был, и столько у меня было гнезд, я наблюдал за всеми, какие птицы были, я мог посчитать, сколько пород, до одной породы, вот, какие там удоды, все, что были, иволги, как кричат, с какого времени, и все записывал, мне это очень интересно, интернета не было тогда, я знания сам накапливал, старался с детьми, 45 лет начальника детского лагеря, и детей приучал к этому, они во всем разбирались, вот, листики я брошу, пойду заранее сорву на крысо, листья, обыкновенные листья, дети должны определить, что это за дерево, где оно у нас растет, что из него делает, на что оно годно, нужно это ребенку, так он не слепой живет, он разбирается в природе, вот, я находил себе работу непрестанно, ну, вот, так дал мне Господь, с собаками отдельно занимался, в уголовном розыске, просто я люблю это дело, и делаю с любовью, по сегодняшний день сказать, а мне-то уже 78, я в голубятни там сколько лажу, ладно, вот тут Володя, когда нужно еще поднять, там много идет, пшенисты-то, речь идет, там тонны две, тонны, так это что, это пустое, у меня гимн составлен на голубях, голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой, вы беззащитные, не клюните клювом, об этом особой строкой, что голуби, и все из Библии, все взятое, 9 куплетов и поется, Виктор Николаевич поет, это я мог бы даже показать, это любовь, вот мне надо что-то делать, голубятню не сделать, Виктор Николаевич, без него бы я ничего не сделал, а голубятня, крыша у голубятни 9 метров 60 сантиметров, выше телеграфных столбов, и теперь туда колонок, хорек не могут залезть, потому что столбы наклонные, на бетонных пасынках привязаны, они упираются в железную плиту, железную, а плиту дал брат, не пожалел, ну вот куда я ни гляну, везде у меня, со всех сторон, руки любви меня поддерживают, вот все, А в будущем, Игнатий Тихонович, вот в это лето, в Потеряевку поедете, но будут новые видеоролики, про Потеряевку, про жизнь Потеряевку? Думаю, у меня сейчас 10 550 роликов, вы кто поищите, у кого есть хотя бы 5000, я работаю с ними, они интересные ролики, через совсем незначительный ролик, душа покаялась, пришла, в среднем у меня, в среднем, по 10 роликов ежедневно, но этого нету, почему? Все стороны жизни мы показываем, собрания, выступили, о чем, а не так, что сидит там Осипов, или Ткачев все время за столом, его не видят, а мы работаем, пруды восстанавливаем, покупают рыбу, выпускают, идет рыбалка, пять прудов восстановили, дорогу должны делать государства, какое бы мы ни были верующими, и мы даже не обратились к ним, покупаемые, только за два с половиной года, я больше миллиона рублей зарыл, а у меня не пенсия, пенсия минимальная, самая минимальная, пенсия бомжа, меня государство не давало работать, одержало там на сторожевой или где-то, но я не сидел, три дня свободно одежурил, на велосипед и пошел, где глина лежит, вам надо сделать печку, надо, я в день зарабатывал, больше, чем за месяц на работе, две печи от фундамента с трубой, две за день, я прораб профессиональный был, и меня нигде не давали работать, а что я сделал? Ничего, умудрялся, ухитрялся, и на работе, если работа я пришел, я нахожу работу, чтобы на работе мне заплатили за то, что я делал, кому-то там сапоги, там валенки починить, пилы натащить, один, это я на работе, сторож, почему? Я по-другому не могу, я людям говорю, ты платишь десятину, нет, а почему не платишь-то? Поэтому у тебя ничего и нету, у тебя нет времени, златоуз говорит, иди в храм, молись, у тебя на все будет хватать времени, так и здесь, давай десятину, не одну, а две, три, и ты увидишь, как тебя Бог обильно благословит, небо откроет для тебя, тут, главное, ты один раз услышал, все, не торгуйся, а попы они же, ну, ты можешь десятину в другое место толкнуть, где нету, на детей Сирии, чтобы накормили их, найди, куда? Я вот тратился на детей, бывает, дети беспризорные, из детдомов были, я обязан кормить их и поить, и обиходить, и ни одного отравления, ни одного полома, ни перелома, ни отравленных, ни утонувших, это 45 лет, теперь уже 46, у некоторых из вас, может, еще столько лет нету, как Степаненко говорит, Максим, вы попробуйте с детьми заниматься, хотя бы на неделю возьмите-то, вы не будете знать даже, как скорее избавиться от них, а это лет, при том бесплатно, Гнобила нас, ничего не давала, не преследовала, ничего, каждый год начинали, приезжаем, а одни угольки лежат, все, что построили, все сжигают, 18 раз нас выжигали, 18 раз дотла, это, что надо иметь в себе, чтобы снова начинать, мы сразу на колени, плакали, молились и просили, Господи, прости этим людям, они не знают, что такое добро в тебе, и начинали, ножом, чем угодно, резали осоку, шалаши делали, и уже к вечеру восстанавливали, все, чистили колодец, мордушки сами делали, уже рыбу рыбачили, как у Салтыкова Щедрина, как один мужик, двух генералов прокормил, который вот слушает сейчас, а у них ничего нету, а вы хвалитесь, я хвалюсь моим Господом, написано, хвалящееся, хвалились Господом, я бы ничего этого не сделал, когда мне надо машина, у меня несколько машин, можно сразу подъехать, братья, бывают даже неверующие, ну чем-то я могу вам помочь, работает таксистом, это Бог так делает, Бог, наш спаситель. Гнатья Тихонович, еще родился вопрос, как раз вот вы про десятину начали говорить, но у меня чуть другой вопрос родился, я вот, и вот идешь, допустим, по улице, ну, по улице идешь, и люди просят милостыню, какой-то там, ну, безопределенного бомж, допустим, подошел, он вроде пьяный, пьяно выглядит, но деньги просят, подайте, подайте, многие говорят, да не, не давай деньги, потому что он водку купит, что-нибудь то купит, вот как правильно, давать деньги на милостыню, давать или не давать, или пойти в магазин, пойти в магазин, может купить продукты, это запрещают каноны, каноны запрещают, а как нужно, они должны прийти тогда, когда каноны писали, социального обеспечения, пенсии не было, они должны идти к епископу, там тщательно расследуют, почему у него ничего нету, и тогда ему дается, мирная грамота называется, и он с этой грамотой, теперь имеет право просить, а если просит грамоты нет, его батагами били, и за город выгоняли, у меня есть, вот книга здесь стоит, к истинному православию, и там тема о милостыне, ну, вот он играет, другой играет, и просит, чтобы шапку бросили, он бросил, и в ту же минуту, то, что он дал ему, оказалось в пригоршне у сатаны, в аду, это Нифон пишет, святой, не давать, разузнай, ко мне подошел один, я недавно освободился, ну, молодой парень, хорошо выглядит как бы, ну, хлеба не на что купить, а не обманываешь, нет, но я ему дал деньги, он пошел, а я за ним следом, он заходит в магазин, и сразу в винную лавку, ну, он посмотрел, сколько стоит, а он не видит, что я подошел, он мои деньги отдает в кассе, а я сразу руку протянул и деньги забрал, продавщица ничего не поняла, я ему говорю, ты же меня обманул, повернулся и пошел, он как стоял, так и остолбенел, я тут же забрал и вернулся, потому что иначе мне отвечать придется, вот я вам ответил, вы так и поступаете всегда, это согласно канонов церковных, спаси Христосу, Матя Тихоновича, да, а если он нуждается, то не смотри, кто он, еврей, мусульманин, он нуждается, не разбирайся в этом, накорми и напой, накорми и напой, можешь дать одежду дай, я хожу в такой одежде, которую на свалке никто не возьмет, жена говорит, ты знаешь, сколько у тебя, это рубашки, там заплата на заплате, она говорит, 30 лет ты ее носишь, 30 лет, вот и весь ответ, вот мы по деревням проповедовали, один мужик посмотрел, дождик идет, как вы одеты-то, так подождите, у меня еще костюм есть, он шикарный костюм, вынес на меня, но я его не взял, не надо, у меня все есть, я просто не хочу этого, не хочу, если хорошее, я найду, кому отдать, а плохое, я прикрою свою наготу, ну кто, вот вчера были там, на фото-выставке, про Потеряевку, он 28 лет у нас фотографировал, очень знаменитый фотограф, на международных киноконкурсах здесь, и он меня стал представлять, и говорит, вот сколько я его знаю, 28 лет он, как будто одежду себя не снимал, вот такой он всегда и был, я вернулся, говорит, он гремел с сапогами, в редакциях газет, требовал отчета у попов и прочее, которые меня там посадили, меня еще не освободили, а только вышло решение, и уже звонили там по епархиям, все, кончился ваш покой, Игнатия выпускает из тюрьмы, вот и так, то есть, говорит, в сибирске Савонарола, кто такой Савонарола, посмотрите, католический герой, от него покоя никому не было, не то, что я хочу там выпящивать, просто я вижу беззаконие, и обязательно вмешаюсь, мне нравится выражение Наполеона Бонапарта, главное ввязаться в драку, а там видно будет, недавно, недавно смотрел по интернету, Андрей Кураев про вас говорил, кстати, хорошо о вас вспоминал, в ютубе, да, он у меня был, самый лучший, сейчас миссионер нашего времени, настоящий, это Игнатий Тихонович Лапкин, я книги брал там немножко, а я ему все книги подарил, встречи больше у нас не было, так сказать, приезжал один священник, оттуда, видно, и я ему все, собрал книги и подарил, да, он говорит, говорит, я слышал, и это все соответствует действительности, он так сказал, говорит, там, баптизм, и старое брящество, то есть, то, что у нас строго устав в церкви, по форме одетое, знаю, где поклониться, это старое брящество, а то, что я знаю, учу людей Библии, во свете Библии, это баптизм, если бы он так сказал, что Игнатий за соблюдение канонов, а то старое брящество, то есть, он видишь, как ответил, ну, это и так хорошо, Игнатий меня, говорит, по всем кочкам пронес, я зарядил поисковик, в своих книгах, имя, фамилия Кураев, у меня упоминается, 120 раз, в 33 томах, 120 раз, и почти ни разу положительно, и несмотря на это, он дал такую вот характеристику, видишь, какой он открытый, при том, я своего не искал, не задирался. А слышали о таком, в оптини пустини, старец, старец Ильей? Так, подождите, все, теперь Виталий. Не, пускай тогда он задаст, потом я. Так, ну, говорят раз так, то и сделаем так. Да нет, не, Виталий, задавай, я уж сколько уже, на два вопроса ответил. Да, это, ну, Игнатий Игоревич, вы в краткой истории своей сказали, что московская патриархия, вот, и русская православная церковь за рубежом, они практически ничем не отличаются, но все-таки маленько, вот, РПЦЗ чем-то отличается, чем оно немножко отличается? Не немножко, а много. Я сказал, в отношении к Слову Божию, там крестья только в полное погружение, это уже сильно отличается. Ну, а в этом вопросе, что люди не знают Слово Божие, на благовестие не идут, они, я говорю, ничем не отличаются. Тут надо понимать, о чем я сказал, а не то, что вообще сильно отличаются. Если бы не они, и мы бы не зарегистрировали общину, мы не переходили с московской патриархии, мы сразу образовались в зарубежной церкви. Это уникальное состояние, мы единственные две общины остались, которые в России, мы единственные, больше никого нету. Все остальные перешли, или в новую юрисдикцию свалились, а мы как были, так и стоим. Проконсультировались, отдел юстиции, сказали, перерегистрация вам не нужна. Ну, а что я скажу? Сам все видишь. Кабы не зарубежная церковь, нам бы деревню не построить. Почему? А зарубили бы сразу батюшку, и все. По лагерю у нас бы не вышло. Миссионерская поездка точно так же. То есть все абсолютно связано с зарубежной церковью. И при том мы зарегистрированы, этому сильно препятствовали регистрации московской патриархии, но у них ничего не получилось. Но мы были независимы, они не могли на нас наложить какое-то вето. Они такие подлые люди, не выскажешь. Я веду занятия в пяти университетах одновременно. В десятках школ. В десятках. Все отдельно милиции, городское, краевое, воинские там части, заводы, фабрики там. Не выскажешь, сколько за мной стояло. А попы гонялись. Кто такой Игнатий Лапкин, заголовок? И начинают там. Ну, городят, что попало. Газета эта попала в Москву, и оттуда союз писателей, там, диссидентов. Они там такое письмо отправили, тут все заглохло. Люди всемирно известные подписались, как Зоя Крахмальникова. Разобрали их выступления. Это все в книге для слова Божия нет. Уз у меня. Там все это описано. И кто послал, и кто, и главное, там сколько было евреев, и они в защиту меня встали. Вот. Божье дело. Все. Все, Виталий. Игнатий Игоревич, а можно сравнить как-то, ну, вот вы же историю все-таки изучали, и много изучали. Вот. Можно сравнить вот РПЦЗ, которая вот до объединения была, с дореволюционной нашей церковью. Есть какие-то сходства? Я бы этот вопрос задавал в Синоде, епископам. Они говорят, да, мы хранители того дореволюционного зарубежья, которое было в тех временах. Я говорю, вы точно такие же, вот как те. Точно. Такие все сохраняют. Я в это поверил. Я говорю, а теперь я делаю вывод. Те привели к крушению России. Россия, это вы привели, это ваши предки. Вот этого они не ожидали. Раз вы на них похожи, а главное, это священники виноваты-то были. Они от царя отреклись, тут сразу временному правительству стали клятву давать. Я занимался очень много. Только теме масонства я дал 14 лет. Сверху этого уже ничего нельзя сказать. Это вся литература дореволюционная, зарубежная и советская. Так что и отличаются, и в то же время в чем-то не отличаются. Я даже еще больше сказал им. Я говорю, вам только те нравятся, которые против московской патриархии, хотя я и против. Видишь, я упрек бросил. Там, да что там, митрополит Виталий, редкий молитвенник, я молился рядом с ним. А ему же тогда было 80 с чем-то, а теперь в 92-м году я был. А он умер в 90 с лишним было. Мне есть что вспомнить. Эти, которые нападают на меня, Дудин и все, а он зомбирует людей. Зомбирует. Ну объясни, что это такое? Что за зонтик такой? Ну конкретно, поясните, как? Вот я предложил им сделать доклад на тему будущее русской эмиграции во свете Священного Писания. Тема такая. Там были китайцы и корейцы, там переводчики, кого только не было. Я один подошел, я теперь вспоминаю, он был из Канады, и говорит, вы возьмете деньги? Какие деньги? Ну я выпишу чек. А что такое чек? Я вообще не знал. Он мне сразу выписывает на 6 тысяч долларов. До дома я ни одного не довез. Я в дороге все потратил. В Москве 13, кажется, библиотек образовал, купил рабесу, инструменты и прочее. Ни одного цента я на себя не потратил. Я поэтому говорю Господу, Господи, ты не ошибся, что избрал меня. Мне хоть кубометрами пускай евро, доллары, у меня нет понятия об этом, бумажкой или что, лишь бы можно было что-то купить. Ну что, наверное, все. Да, уже прошло время больше. Давайте прощаться. До среды. Помолимся. Ангелова пьяшен, благодать, нечистая дева, радуйся, и по киреку радуйся, твой сын воскресе три дни вен от гроба, и мертвая воздвигнула, и люди, веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня, на тебе, ось и я. Легко, и ныне, веселись, все сионе, ты же чистая красу, все Богородицы, а восстание, Рождество Твое, дайте, хочу молить. Любящий наш, Отец Небесный, мы предстали перед Тобою, услыши наши мольбы, нам некому прийти за помощью, кроме Тебя, дай нам живую веру, чтобы ей, живую молитву, мы достигали живого Бога. Умудри нас во спасение, найди наших родных и близких, не познавших Тебя, болящим пошли терпение и исцеление. Господи, возри на правителя, умудри их, и не допусти покушения на них, и даруй духовное рождение свыше патриархам, епископам, священникам и всей пастве. На Слово Твое мы уповаем. На всю землю грядут великие и страшные испытания, приготовь нас к ним. Тебе, Господи, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Продолжение следует...